Я хотел бы еще сейчас рассказать вам, у меня был просто заказ, одна женщина спросила меня, почему мои дети меня грубят. Ну то есть это и сегодняшняя тема лекции тоже, все то же самое, и я хочу сейчас об этом поговорить немножко. Ну то есть причина заключается в том, что, вот смотрите, есть несколько причин, это все связано также с работой чувства собственного достоинства. Вот смотрите, человек должен быть счастливым от Бога, от природы и от служения людям. Другие источники счастья всегда приносят страдания. Вот допустим, представьте себе, допустим, у меня родился ребенок. Я смотрю на него, и что я вижу там? Я вижу чистую душу. Только у святого человека, только при первой любви и только при рождении ребенка человек может увидеть душу в чистом виде. Мать смотрит на ребенка, у него еще судьба не действует, он чист. И когда он смотрит на нее, он думает, господи, какой он мудрый, какой чистый, какой светлый. Поднимите руку, кто это увидел? Все как бы в своих детях это видят. Замечательно. Мать в результате на всю жизнь помнит это в своем ребенке, и поэтому она его любит. Она в нем видит эту чистоту всю жизнь. Даже если он бандитом будет, она все равно это видит. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что она Бога-то никогда не чувствовала, не видела. И для нее ребенок становится Богозаменителем. То есть она начинает видеть чистоту в ребенке и говорит, я живу для него. Все, я теперь для него живу. Потому что если человек Бога видит, он говорит, все, я для него живу. Мать Бога увидела душу. Душа – это маленькая частичка Бога. Она, свойства такие же, только размеры меньше. Вот. О, она увидела божественное в ребенке. Все. Я живу для него. Моя жизнь ему подчинена. Первое, что из этого происходит? Первое ее бросает муж. Почему? Потому что она теперь думает только о ребенке. Ее любовь только ребенку отдается. А женщина должна кормить любовью мужика. Потому что мужик, он не может сам себе любовью кормить. В отличие от женщины. Вот женщина, она может себя любить сама. Мужчина – нет. Ему нужна женская энергия любви. Если жена любит только ребенка, муж уходит. Не потому, что он козел, а потому, что он не может. Ему нужна сила женская. И даже он, может быть, и не хочет уходить. А у каждой женщины есть такой индикатор нехватки любви. У женщины есть такой индикатор нехватки любви. Он находится в глазах. Когда она идет, так раз. И мужчина, если так среагировал, значит, ему не хватает любви. И она так обращает внимание. У нее начинается анализ потом. Так, среагировал. Замечательно. Что за человек? Хороший там человек. Каратер энергический, стойкий. Порочных связей не имеет. Анализ идет, идет, идет. Он думает, пойдет. И на прицел его раз, еще раз, и все, он готов. А только потом узнает, что он женат. Это же все происходит подсознательно у женщины. Вот. А почему он среагировал? Потому что жена, она очень сильно поверила в ребенка. И полюбила его, что все остальные люди в ее жизни перестали существовать. Это значит, что она в него поверила. Поверила в ребенка. Вместо Бога. Потому что, когда она в Бога верит, то Бог ей дает возможность любить всех. То есть, когда ты веришь в Бога, Бог тебя не забирает. Тебя не забирает. Не делает тебя таким, что ты на Него только замкнут. Ты любишь всех при этом, расцветаешь, становишься бескорыстным, честным, всем служишь, любишь всех. Но когда ты веришь в человека, то мы же бескорыстно не можем любить. Мы любовь берем себе и присваиваем. Не как Бог. Бог же отдает все время любовь. Как солнце сияет, отдает. А мы присваиваем любовь. И ребенок, он наполняясь любовью материнской, становится гордым и капризным. А мать при этом, она теряет все в жизни. Теряет отношения с мужем, теряет все-все-все теряет. И ничего не остается в жизни. Она только ребенку отдана и все. Но когда такой ребенок вырастает, он начинает эксплуатировать, издеваться над матерью. Потому что он себя считает центром вселенной такой ребенок. И она попадает в жуткий стресс. Потому что она любила не Бога, а человека. А человек не может быть Богом. Он приносит страдания, когда его так любят. Итак, это первый случай, почему ребенок злится на мать. Потому что такое состояние называется привязанностью. То есть мать живет жизнью ребенка. Она хочет, чтобы у него все было хорошо, но слишком сильно хочет. Понимаете? То есть она отождествляет его жизнью со своей. И жить ему фактически не дает. Она говорит, Васенька, туда не едь, то не делай, то не делай, туда не ходи, это плохо, все, нельзя. Вася говорит, я же живой, я хочу туда пойти. Нет, нельзя. И Васенька, так как он все-таки живой, все-таки он начинает злиться на мать. Говорит, я пойду. Потому что он хочет жить. Она ему не дает жить. Она говорит, плавать не ходи, потонешь, это опасно. Бегать не ходи, а вдруг простынешь. Паститься нельзя. Это опасно. И так далее. Она не дает ему жить. Он говорит, я хочу паститься, хочу бегать, хочу плавать. Потому что он человек, он мужчина, ему надо себя развивать. Надо рисковать жизнью. Она не дает. Она не дает ему жить. Мучает его. И он начнет злиться на нее очень сильно. Очень сильно будет злиться. Это первая причина. Услышали меня, да? Это самая частая причина женщины. Самая частая. Если чувствуете ребенок на вас злиться, скорее всего, вы живете его жизнью слишком сильно. Вы слишком сильно привязаны к нему. Эксплуатируете его жизнь в личных интересах. Он говорит, ну я же хочу, чтобы у него все было хорошо. Если вы хотите все, чтобы было у него хорошо, оставьте его в покое. Пускай мучается. Потому что если вы хотите, чтобы у него все было хорошо, надо дать ему развиваться. А если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, вот тогда другое дело. Потому что когда он не мучается, у него все нормально, это значит, что вам хорошо. То есть это эгоизм, скрытый такой, невидимый, женский эгоизм. Теперь есть другие причины, почему ребенок ненавидит мать. Вот смотрите. Тоже привязанность так работает. Допустим, я хочу счастья от жизни моего ребенка. Допустим, чтобы все говорили, что у меня отличный ребенок. Допустим, я ребенка отдала в школу. Кто там будет говорить, что он отличный? Преподаватели. Как, если он получает пятерки? То есть получай одни пятерки. Ребенок хочет развиваться. Допустим, у него способности в литературе. Ему надо в литературе развиваться, значит. Остальные могут быть тройки, допустим, предметы. Потому что он не имеет этой природы, допустим, эти предметы изучать. И никогда они ему в жизни не понадобятся. Но так как мать хочет не развивать ребенка, то у нее другое желание. Она хочет испытывать счастье от его учебы. Поэтому он говорит, нет, одни пятерки. И заставляет его учить то, что он чувствует сердцем, ему не надо. В результате он начинает звереть. И наступает такой момент, когда он настолько звереет. Я вам расскажу случай, который мне рассказал один из моих наставников. Этот случай прошел через всю его жизнь. Рассказать? Вот как мать убила, родители убили своего ребенка. Интересно? Родители хотели, ну тогда еще, тогда это было очень престижно. Родители хотели, чтобы их сын был такой же, как он, как они. То есть они были привязаны не к ребенку, а к тому, что от него должно прийти. И они хотели, чтобы ребенок стал инженером. А это не его была природа. И в результате с детства они заставляли его очень серьезно учиться. А этот ребенок был склонен к движению, ну он как бы, у него техническая направленность была. Он хотел бы быть водителем всю жизнь, водителем хотел бы. Не хотел быть инженером. У него другая природа совсем. И они заставляли его учиться сначала в школе, мучили его, мучили школой. Потом дальше он уже стал немножко агрессировать, стал таким злым, хотя сначала был таким послушным, добрым ребенком. Постепенно он начал становиться злым и агрессивным. Потом дальше они его отдали в институт, в этот политехнический институт. То есть они начали из него делать инженера. И в результате он сломался, психически сломался совсем, начал выпивать. И потом, впоследствии они поняли, что он как бы не будет инженером. Признали это. И отдали его работать водителем. И в это время он уже не мог прийти в себя, потому что он уже сломался как личность. И он начал спиваться, даже будучи водителем. В результате его выгнали с работы. И он, в конце концов, чем все закончилось, он разбил свою мать и выпрыгнул из окна. Разбился насмерть. Все, так закончилась судьба. Причина? Нежелание дать возможность ребенку развиваться, а желание его использовать в своих интересах. Сделать из него то, что ты хочешь, а не то, что он есть. А это невозможно. Невозможно. Просто. И вот человек звереет из-за этого. Из-за того, что из него хотят сделать то, чего он быть не может. Понимаете? А хочется же сильно. Да? Да, факт. Да? Но родители за это будут отвечать. Он заслужил, да, ему по судьбе даны такие родители, все нормально. Но если бы они все-таки поняли его природу, несмотря на то, что у него такая судьба, то они бы пролили на него свою милость. И в этом случае он бы был им всю жизнь благодарен. То есть есть судьба, а есть милость. И даже если ребенок агрессивный по природе, склонен делать глупости, родители могут пролить на него милость и сделать даже в этом случае его чуть получше. А может быть вообще хорошим человек. И тогда они будут благодетелями для него. Хоть ему не положено по судьбе, они могут его исправить. Благодаря своей мудрости и молитве. Поэтому так говорит, да тебе положено все. Доктор, а я буду жить? Я бы тебе не советовал. Называется жестокость. Если ты должен проявлять милость, проявляй милость. Иначе ты станешь жестоким человеком. Мог. Не всякий ребенок может. Он был послушным ребенком. Я был непослушным. Поэтому я стал тем, кем я стал. Но родители были в шоке. Это страшно. Я бегал в одних плавках зимой по морозу в 11 лет. Постился, не ел ничего. Полгода молчал в 15 лет. Ни с кем не разговаривал. Концентрировался вот на этой точке. Развивал в себе видение. Вот так. В школе меня учителя не спрашивали, потому что я научился как бы так на них смотреть, что они мне ставили оценки и не спрашивали ничего. А мать заметила. Заметила. Она не могла с этим смириться. На нее гипноз не действовал. Она в результате пошла к психиатру и та сказала, у нее шизофрения. Еле-еле меня от этого диагноза потом отписали. Врач один хороший был. Главврач Тольятти. Я с ним поговорил. Он говорит, ну да, я понимаю. Я так же развивался, как ты. Будем снимать диагноз. Так вот мучилась мама моя со мной страшно. Один раз я перестал есть мясо. Было в 9 лет. Я там в классе был. Мясо. Мама как бы она была лучшим поваром в городе. Она занимала, заняла мало из 8 конкурсов, заняла 6 первых мест по конкурсу поваров, по приготовлению и 2 вторых. 8 конкурсов, все победила. Лучший повар в городе. Я перестал кушать. Она была в шоке. Она мне готовит, я не ем. Я хотел есть без мяса. Я где-то год ест без мяса, и в это время мой рост перестал и перестал расти. Это было где-то 15 лет. Я начал есть много моркови, потому что я прочитал, что морковь увеличивает рост. И пожелтел. Знаете, меня повезли в больницу. Там эпидемия желтухи была. Меня прямо из школы забрали и в больницу отвезли. Я в это время занимался йогой. Я в больнице, у меня как раз пришло время йогой заниматься. Я тогда соблюдал режим дня уже. И когда врач зашел смотреть меня, а первый признак желтухи – это слабость, сильная слабость. Человек даже не может стоять на ногах. Ему так плохо. Это первый признак гепатита вирусного. Сильная слабость и отсутствие аппетита. Два признака. Он зашел, я смотрю, я стою на голове. Врач очень опытный. Говорит, никакого гепатита нет. Сразу все. Сразу диагонировал. Нет гепатита. Пошел. Говорит, ну как бы, и не надо никаких лекарств. Его от желтушников в отдельную палату нормально кормить. Через три дня побелел. Моркови не давали. Он определил, что это от моркови. Потом меня расспрашивать начал и понял, что это моркови. Но потом, когда я приехал домой, мать посмотрела, посадила меня перед собой. Говорит, сынок, я хочу, чтобы ты был здоров. Кушай мясо. Я начал кушать. Просто из-за ее любви. А потом, 23 года, я понял, что его вообще не надо есть. И бросил на всю жизнь. Почувствовал по людям. Я проводил анализ своих пациентов. Увидел, что одни люди более быстрее выздоравливают, другие медленнее. И потом я увидел, что те, которые не едят мясо, быстрее выздоравливают, а те, которые едят медленнее. Я поэтому бросил мясо. Третья причина, почему дети ненавидят своих родителей, это неправильное представление о том, как надо ребенка воспитывать. Вот смотрите, чтобы ребенок что-то понял, надо сначала принять его двойку или плохую отметку, успокоиться, принять судьбу сначала, а потом по-доброму, можно строго, можно даже его наказать, но по-доброму, ему все объяснить. Если же вы давите на него психически, то у него в ответ развивается агрессия, разум не развивается, он ничего не понимает, просто агрессирует в ответ и злится. Все. Это третья причина. Неправильное понимание, как человек становится разумным и осознает, что что-то неправильно. Это третья причина. Это основные причины. Какие у вас вопросы по этой лекции? Да, ваши вопросы? Сейчас микрофончик у нас. Добрый вечер. Сейчас у нас самый интересный, сейчас мы практически будем эти темы разбирать. Добрый вечер. Я хотела спросить о гордыне и гордости. В одной из лекций я услышала, что можно гордиться своей страной, своим городом, но так и не поняла, как гордиться своим ребенком, мужем или женой, чтобы не навредить. Хороший вопрос, отлично. Хороший вопрос, супер. Вот смотрите, как бы чувство собственного достоинства, оно терминологически часто бывают слова, которые разные вещи определяют. Давайте просто возьмем и термины не будем смешивать. Допустим, слово гордость или гордыня, мы не будем ни с чем смешивать, мы просто возьмем вот истинное чувство собственного достоинства, которое называется вера в Родину или любовь в Родину, любовь к Родине, вера в Родину. Вера в землю, любовь в землю, то есть любовь к своей земле, к природе любовь. Вера в Родину называется чувством собственного достоинства. Это не гордость. Потому что есть еще гордость. Например, если ты гордишься своей Родиной, то тогда ты будешь ненавидеть другие страны или презирать их. Это неправильное чувство. Допустим, человек гордится своей Родиной и говорит, да все остальные отстой. Это неправильное чувство. Потому что если это истинное достоинство, то ты гордишься своей Родиной. То есть не гордишься, а у тебя любовь к ней. Ты любишь ее. И готов ее защищать. Но при этом ты уважаешь все остальные страны и нации. Это очень важное принципиальное отличие. Понимаете? Точно так же вера. Ты любишь свою веру, но при этом все остальные веры уважаешь. Если ты считаешь, что человек верит неправильно, ты можешь ему по-доброму объяснить. Но если ты ненавидишь какую-то другую веру, то это неправильное чувство. Это уже неправильное чувство. Туда гордость закладывается уже, а не любовь. Понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что то же самое, допустим, гордость и любовь в отношениях к земле. Допустим, ты любишь мать, землю и природу. Это одно чувство. А если ты начинаешь контролировать территорию своего участка и кому-то, не дай бог, картошку там на твой участок нечаянно перебросить, и ты с вилами на него бежишь, это уже не любовь к земле. Называется гордость. Ну то есть здесь очень тонкая грань, потому что так же, как между правильным чувством собственного достоинства и неправильным, тоже есть тонкая грань. Вот идет человек с высоко поднятой головой. Как определить, он гордый или достойный? Очень трудно понять. Вот когда ты с ним начинаешь общаться, тогда ты поймешь. И достойный человек, его сила внутренняя не превращается в злобу у достойного человека. У недостойного человека, у гордого человека всегда внутренняя сила превращается в вражду к другим. Допустим, если человек любит девушку, но ненавидит других девушек, это не любовь. Как много девушек хороших, хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Это любовь. А когда ты одну любишь и над всеми остальными насмехаешься, то это не любовь. Это гордость своей девушкой. Ну то есть любовь может как гордость выступать тоже. Это опасная любовь такая. Это называется фанатизм. Страшная сила, разрушающая мир. Все войны в основном из-за фанатизма. Когда человек неправильно представляет о том, что такое любовь к своей вере, к своей родине, к своей земле, то рождается ненависть, злоба и разруха. Страшные вещи. Но имейте в виду, что чувство собственного достоинства правильное не исключает защиту Родины, сражения, не исключает. То есть если враг нападает, что ты будешь делать? Защищать, естественно. То есть это не исключает способность побеждать, сражаться. Но мотив не ненависть в этом случае является. Мотив другой. Я ответил на ваш вопрос? Не до конца, к сожалению. Ну давайте раскрываем тему дальше. И научите, пожалуйста, нас, как вот правильно сказать, допустим, маленькому ребенку, я горжусь тобой, он что-то вот выполнил. И как сделать это правильно, чтобы он не возгордился? Или мужем, или женой. Научить. Я попробую как бы вам дать совет. Слово научить означает, что я как бы умею, я не уверен. Хорошо. Итак, вот смотрите. Ваш ребенок сделал какое-то хорошее дело. Вы можете ему сказать спасибо. Но если вы говорите, я тобой горжусь, это опасно. Один, ну, духовный брак моего наставника. Очень, ну, такое, у меня с ним глубокие отношения такие. Он постоянно меня воспитывает. Причем очень по-доброму, с большой любовью. Я вам сейчас расскажу про эти отношения. Точно так же. Он подошел ко мне, говорит, как у тебя лекции проходят? Я говорю, все хорошо, людям нравится, все нормально. Он говорит, ты меняешь их судьбы? Я говорю, да. Он смотрит на меня и по-доброму говорит, поменяй, пожалуйста, мою судьбу. Понимаете, он саньяси, то есть, ну, отреченный человек. У него очень высокий статус. Он духовный учитель. Он говорит мне очень искренне, смотрит на меня, говорит, поменяй, пожалуйста, мою судьбу. Я говорю, ну, как я вашу судьбу поменяю? Вы же старший для меня. Он говорит, ну, какой я старший? Я просто грешник, а ты праведник. Ты всех спасаешь. Он очень искренне мне это говорит. Он меня обнял такой. И я понял тогда, что я горжусь собой. Очень четко. Понимаете, то есть, очень четко я понял. Потому что то, что он говорил, он не насмехался надо мной. Он был очень искренним. Я увидел его чистоту и свою грязь на его фоне. Очень четко. Но потом он еще и подсмеялся надо мной. Потом, позже. Я его еще раз встретил, еще с одним другим возвышенным человеком. Они вместе шли. И он, когда им поклонился, им надо кланяться старшим, у нас так принято. Я ему поклонился и подошел к ним. И он, вот этот человек, он по-доброму посмотрел на меня и говорит, посмотри, мы стоим рядом с удивительным человеком. Он настоящий проповедник на самом деле. А мы с тобой просто грешники. И тот второй тоже очень по-доброму улыбается. Он такой, да. Я там вообще чуть не упал. Вот так воспитывают они. То есть, это означает, что надо бояться гордости, понимаете, у младших. И всегда, если ты чуть-чуть видишь, надо обязательно пошутить по-доброму. И тогда никогда не будет гордиться человек. Никогда. Я вот эти два события на всю жизнь запомнил потом. Уже много лет прошло, уже больше 10 лет прошло. Но я помню в деталях эти два события. Так он хорошо меня воспитал, повоспитывал. Ну, не знаю, насколько воспитал. Но повоспитывал хорошо. Очень четко запомнилось. Вот картинка отложилась внутри. Вот. Поэтому всегда бойтесь перехвалить своего ребенка. Но вдохновлять надо. Сказать, я так рада, что ты это сделал. Спасибо тебе большое. Но если вы говорите, я горжусь тобой, это опасно. Он тоже с собой начнет говорить, он же маленький. Если взрослый, вот взрослый, понимаете, я взрослый человек. 10 лет назад мне было 40 лет. Я взрослый человек. Подошел к старшему и начал нести ахинею рядом с ним, понимаете. Потому что это Бог дает людям знания. Мы не можем никому давать знания. Мы просто маленькие пешки в его руках. Понимаете. Если там кто-то меня слушает, это спасибо Господи, что ты даешь возможность что-то сделать для кого-то и тебе помогать. Понимаете. Но если ты как бы такое говоришь, что типа я помогаю людям, замечательно, значит ты тупой, как баран. И за это тебя надо немножко повоспитывать. Понимаете. И старшие всегда этим занимаются, что они дают нам знания в сердце. Чуть побольше. Это взрослый человек, если попадает под такие вещи, разве ребенок не попадет? Разве у него есть силы распознать гордость себе? Вообще ни у кого нет таких сил. Только мы должны быть очень осторожны. Хвалить ребенка надо, но говорить, гордиться им очень опасно. Очень опасно. Ответил на ваш вопрос? Да, очень даже. Спасибо большое. Раскрываем тему. Женщины, вы. У вас сейчас тяжелый период идет. Вам тяжело жить, да. Спрашивайте. Добрый вечер. Олег Геннадьевич, спасибо большое, что сегодня такие темы важные раскрыли. Я хотела сначала вопрос задать о себе, но пока вы говорили, у меня созрел вопрос о другом человеке. У нас в семье есть такая ситуация. Сын живет с матерью, ему 50 с лишним лет, и он ее очень сильно мучает. Она инвалид, и у них очень тяжелые отношения. Он выпивает, и вся семья очень сильно мучается от этой ситуации. Ну, нужно мать или нужен сын. Я, ну, как бы, нужен один из двух. Тогда можно помочь. А иначе просто молитва. То есть мы просто должны за них молиться, мы ничего не можем сделать. Хорошо. Рассказывать историю или нет? Я много раз рассказывал на своих лекциях, еще раз расскажу. В Москве ко мне пришла одна пожилая женщина и сказала, «Вы знаете, у меня грех на сердце. Помогите мне, я хочу себя убить». Не смешно. Она реально как бы заразумный человек, серьезный. Такие слова сказал. То есть она не то, что она сумасшедшая какая-то. Я говорю, может, вы шутите? Она говорит, нет, я не шучу, поэтому к вам пришла. Издалека приехала. Помогите. Я говорю, а почему такое желание-то возникло? Она говорит, ну, давайте я немножко вам расскажу, вот как я живу, чтобы вы поняли. Говорит, у нас всего, вот у нас очень маленький домик. Мы живем с сыном вдвоем, в маленьком домике. В этом домике есть всего три комнаты. Первая комната – это кухня и прихожая. Вторая комната – проходная, это моя. А третья комната – моего сына, самая крайняя. Мой сын весь день пьет. Он пьет на мою пенсию, он не работает. Вот, весь день пьет. Ночью включает очень громко телевизор. И если я пытаюсь его выключить, он меня бьет. Разговаривать с ним невозможно, что-то сказать ему невозможно. Он постоянно прессует меня, постоянно кричит на меня, ненавидит. И как бы в такой атмосфере я живу. Хотя я всю жизнь прожила, как бы, нормальные отношения с людьми строилась. Сейчас я старая, я не могу даже сильно ходить. Как бы я не знаю, что мне делать. То есть моя жизнь превратилась в ад. Я ночью не могу спать, потому что телевизор мне мешает. А днем я не могу по квартире даже функционировать как-то, потому что я боюсь с ним встретиться. Он постоянно кричит, злобствует там и так далее. Что бы вы посоветовали ей? Деваться ей некуда, у ней больше никого нет. Все, только один сын, и она все. Есть, что бы я посоветовала? Да. Я не знаю, я не смогу. Вот слушайте, я ей посоветовал молитву. Я ей рассказал вот эту технику, которую я вам рассказываю. И она говорит, вы уверены, что это поможет? Я даже рассказал ей, какие будут дальше. Ну, я ей рассказал последовательность событий. Я ей рассказал, что первое, что произойдет, он будет так же орать, все это делать, в сердце у вас станет спокойно. Второе, что произойдет, вы начнете спать, несмотря на громкий телевизор. Третье, что произойдет, он начнет меняться. Ну, как бы ей достаточно было только двух. Он говорит, если это произойдет, я начну спать, мне станет спокойнее. Только ради этого я готова это делать. Она начала молиться день и ночь, потому что у нее не было выхода. Просто молилась непрерывно все время. Через пару недель она ко мне пришла, сказала, вы правы, мне стало спокойно. Потом, через некоторое время, начала спать, не насмотря на этот шум. Потом, через некоторое время, начали происходить удивительные вещи. Знаете, какие? Ее сын перестал, начал ее бояться и перестал огрызаться, ну, какое, вести себя злобно, но при этом продолжал пить и включать громко телевизор. Это уже после того, как она начала спать при этом громком звуке, она начала восстанавливаться, ее психика стала крепнуть, и он перестал ее мучить в это время. А потом, в один прекрасный день, в пьяном виде, он привез, приполз к ее ногам, начал рыдать и говорит, что я грешник, прости меня, ты святая. Начал рыдать, плакать, и как бы, ну, очень раскаивался сильно. А потом, он начал, и в этот же день, он перестал на ночь включать телевизор. Сразу же. И потом потихоньку, 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 начал все меньше и меньше пить. То есть, начал сокращать дозу постепенно. Она все это время продолжала молитву. Что дальше было, я не знаю, потому что уже незачем было ко мне ходить. Это длилось несколько месяцев ситуацию. Ну, где-то 4-5 месяцев всего. Второй случай произошел в Омске здесь. Когда, это было где-то лет 18 назад, когда я только первый раз приехал. Я людей обучал, как вот желать всем счастья. И одна женщина, она мне сказала, что у нее сын, он запирается в комнате, и хочет покончить жизнь самоубийством. Когда ты пытаешься ему как бы позвонить или открыть дверь, он суицид сразу пытается делать. И он ничего не ест. То есть, никого не пускает, ничего не ест, не принимает звонки, все. Ситуация патовая. Она не знала, как молиться. Она повторяла, я желаю всем счастья, постоянно с утра до вечера. Первое, что произошло, он ей сам позвонил. Через несколько дней буквально, он через 2 дня ей позвонил, сказал, мама, приходи. Когда она пришла, у нее глаза стеклянные, ничего не соображает. Она подмешала ему в пищу, ну, как бы, транквилизаторы. Он поел это все и начал трезветь. И все, пришел в себя. Она спасла ему жизнь таким образом. Это здесь было, вот прямо в Омске. Ситуация во время лекции развивалась.